Привет, это Марк Бартон. Я рад, что вы смотрите это видео. Сегодня мы поговорим на удивительную тему. Почему одним женщинам дарят подарки, а другим не хотят дарить? По какой причине? Почему это происходит? И прежде чем мы более подробно начнем говорить на эту тему, я, конечно, приглашаю вас пройти регистрацию на бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании под этим видео, поэтому сразу после просмотра данного ролика переходите по ссылке и регистрируйтесь на этот курс. Уже более 150 тысяч выпускниц. Курс очень информативный, мы затрагиваем абсолютно разные темы. Принимать участие в курсе можно и из любой точки мира. Главное, чтобы у вас был интернет. Итак, давайте будем разбираться, по какой причине одни женщины получают подарки от мужчин, а другие ничего не получают. Вот что не эфир? Инстаграм, например, либо я провожу какие-то вебинары. Например, обязательно задают вопросы девушке. Марк, мой мужчина не дарит мне цветы, а мой мужчина не дарит мне подарки. А моему мужчине прямо говоришь, что я бы хотел, чтобы ты оказывал мне знаки внимания, дарил бы мне что-то, хотя бы цветочек на 8 марта. Он говорит, что, ну, в принципе, я тебя люблю, чего тебе еще не хватает. Кто-то говорит, если тебе что-то нужно, пойди купи сама, я не против. Вон там деньги. И давайте мы будем все-таки по пунктам разбираться и сейчас разберем такие основные типажи женщин, которым мужчина не хотят дарить подарки. Первый типаж, о котором я хотел сказать, это такие женщины-мамочки, которые в отношениях с мужчиной напрочь забывают о себе. Они ставят на первое место исключительно потребности мужчины. То есть их основная задача, задача таких женщин сделать все возможное, чтобы мужчина был рад и доволен. То есть она беспокоится о том, в какой обуви он будет ходить. Она переживает, какие у него трусики, какие носочки, какие рубашечки. Она бежит ему, покупает носовые платочки. Она ведет себя в отношениях с мужчиной так, словно он ее ребенок, а не мужчина. Она на первое место поставит его потребности. То есть если нужно купить ей, например, колготки, а ему нужно купить, значит, какие-то трусы или носки, в первую очередь приобретется товар для мужчин. То есть купятся трусики, носочки. А женщина скажет, для меня очень важно, чтобы ты выглядел с иголочки. Для меня очень важно, чтобы ты был шикарен. Все-таки ты мой мужчина, я хочу выходить с тобой и гордиться. А я потом как-нибудь в другой раз. Вот такие самодостаточные, относительно самодостаточные женщины, женщины-мамочки, они, конечно же, страдают от того, что мужчина не заботится о ней, не проявляет никакой активности, не пытается эту женщину радовать, дарить ей подарки, делать для нее какие-то сюрпризы, устраивать романтики. То есть в принципе это бессмысленно. Почему? Мамка способна сделать все сама. Она решит все свои вопросы. Самое главное, чтобы ее сыночек был удовлетворен. Поэтому если вы себя узнаете здесь, если вы понимаете, что вы в отношениях с мужчиной себя ведете в большей степени как мама, а не как женщина, то, конечно же, вывод он очевиден. И вы должны сейчас сделать выводы для себя, что нужно что-то менять. А что нужно менять? Нужно, естественно, раскрывать себя рядом с мужчиной как женщину. Как женщину, за которой можно и нужно ухаживать, которой нужно делать подарки, но не как мамочку. Следующий типаж женщин – это такие женщины-девочки, то есть женщины-дети. И с ними действительно случаются такие же нелепые ситуации, когда они встречают мужчину. Этот мужчина никаким образом не заботится, никаким образом не ухаживает и не дарит подарков. Почему? У женщины на все одинаковая реакция. Знаете, вот ребенку маленькому покажи конфету. Он там счастлив, покажи игрушку, он счастлив, покажи маленькому ребенку более дорогую вещь, он счастлив, более дешевую он счастлив. То есть у детей, в принципе, на все практически одинаковая реакция, за исключением того, когда ребенок получает игрушку, например, которую он очень долго ждал, о которой он мечтал. Тогда реакция будет действительно отличаться от предыдущих. Почему я привожу примеры с детьми? Есть такая категория женщин, которые с восторгом воспринимают любое проявление мужчины. Он дверь открыл ей в общественный транспорт, либо в ресторан. Она уже там светится, сияет, радуется. Он ей подарил или купил чашку кофе, она выдает такую детскую реакцию. Он ей подарил цветы, она выдает реакцию. Он ей подарил айфон, она выдает реакцию. К примеру. Там, если мы говорим о том, что подарков нет, об айфоне говорить не приходится. Но женщина ведет себя как ребенок, радуясь всему вокруг. В первую очередь тому, что он есть в ее жизни. Вот ты пришел, и этого достаточно. То есть, если говорить еще более прямолинейно, маленьким детям очень важно, чтобы в первую очередь был родитель рядом. Так вот, маленькие дети и радуются приходу родителя. Поэтому женщины, которые ведут себя в большей степени как девочки, они очень радуются тому, что в их жизни просто есть мужчина. Такой папочка, рядом с которым они себя, возможно, хотят почувствовать в безопасности, в заботе, в ласке, в внимании. Но этот папочкой, видя перед собой маленькую малышку, не пытается каким-то образом производить на нее впечатление. То есть, его основная задача — это сделать из этой женщины-девочки достаточно удобную для себя, для того, чтобы не нужно было в нее вкладываться, держать ее на коротком поводочке и позволять ей радоваться только лишь от того, что он такой благостный, сошел на нее с небес и позволил ей любить его. Поэтому, если здесь вы узнали себя, узнали себя в роли женщины-девочки, которая радуется только тому, что у нее есть мужчина и больше ей ничего в жизни не нужно, ну, конечно, причина как бы налицо. Вы понимаете, что мужчина не дарит подарки именно потому, что вы в них просто-напросто не нуждаетесь. Потом, особенно, знаете, это же происходит как и в какие моменты? В период влюбленности, когда женщина влюблена в мужчину, она закрывает глаза вообще на все. Мужчина привыкает к такой форме отношений. В конечном итоге это все приводит к тому, что и в начале отношений не было никаких ухаживаний, подарков, сюрпризов. А вот уже когда отношения развиваются, так там тем более. Потому что мужчина не научился этому, у него нет желания радовать свою женщину. Поэтому, если вы сейчас узнаете себя, узнаете себя в роли вот такой малышки маленькой, делайте, пожалуйста, выводы и меняйтесь. Третья категория женщин, это все-таки охотницы такие, явно выраженные, которые не скрывают от мужчины своих желаний, но при этом ни о какой чувственности речи не идет. Вот вы можете быть в отношениях с мужчиной, не даете ему никакой ласки, не даете ему любви, не даете ему нежности, не даете ему заботы, думая только лишь о том, что он вам должен что-то приобрести, купить, подарить. То есть все ваши разговоры сводятся исключительно к материальному. Когда мужчины же не дураки, правильно, они же все прекрасно понимают. И ваш мужчина наверняка тоже все понимает. Поэтому если вы из категории тех женщин, которые думают только о материальном, только о том, что бы мне купили, что бы мне подарили, конечно, мужчина с такой женщиной будет достаточно скуп. Потому что, да, мы где-то с одной стороны примитивны мужчины, но чувствуем не менее, чем вы. Поэтому если с нами женщина общается исключительно, преследуя какие-то материальные цели, она становится неинтересной. То есть с ней не хочется общаться. И тем более мужчина никаким образом не вкладывается в нее, не пытается делать ей подарки, потому что не понимает, для чего это нужно делать. Но здесь как бы все ясно и понятно. То, что женщина хищница, она охотница, она все-таки не менее, чем женщина-ребенок и женщина-мама, подвержена тому, что в ее жизни никогда не будет подарков. И здесь, конечно, многие из вас могут сказать, ну как же так, ну другие же получают. Вы должны понимать, что мужчина готов вкладываться там, где он чувствует свою значимость, где он чувствует свою особенность. Так же, как и женщина. Женщина любит, женщина самоотвержена там, где чувствует себя особенный и уникальный. С мужчиной, в принципе, такая же история. То есть если вы думаете, что мужчина чем-то отличается от женщины, то вы очень сильно ошибаетесь. Мужчины тоже хотят, чтобы их любили, чтобы их ценили. Поэтому, когда мужчина чувствует свою значимость рядом с женщиной, чувствует, что женщина нуждается в нем не только с материальной стороны, но еще и с его душевной позиции, с его душевных качеств, мужских качеств. Конечно, мужчина рядом с такой женщиной раскрывается и начинает вести себя совершенно по-другому. Он дарит подарки, заботится и становится очень внимательным. Четвертый типаж женщин, я их называю такие генеральные директора. Они все знают, они раздают поручения всем вокруг, они всем указывают, они обесценивают, они ведут себя достаточно напыщенно, агрессивно. И их основная задача показать, что только они знают, как лучше для них. То есть что бы мужчина ни сделал, он никогда не может угодить такой женщине. И вот эта фраза «я лучше сделаю сама, тебя нельзя ни о чем попросить» она обрезает мужчине одно место. То есть он не хочет с такой женщиной взаимодействовать. «Я сама, на тебя нельзя положиться, как обычно ты меня подвел, ты еще что-то, ты третья, ты пятая, ты десятая». То есть женщина транслирует такую самодостаточность, но при этом залезает постоянно на территорию мужчины. Она даже не дает возможности ему проявиться. И возможно подобное поведение не транслируется напрямую по отношению к мужчине. А женщина может быть таким очень активным критиком и критиковать, например, мужчин своих подруг, критиковать своих подруг, критиковать просто людей вокруг. Мужчина это все считывает и, естественно, делает для себя вывод. «Слушай, ну если я сделаю что-то не так, она возьмет меня и подвергнет критике. А если я подарю ей тот подарок, она скажет, слушай, мне это не нужно, а сейчас это не в тренде, а сейчас это не в моде». И многое-многое другое. То есть такие женщины, они, как правило, любят еще такие фразы, знаете, «я не хочу никому быть обязанной». То есть по какой-то причине женщина считает, что за то, что мужчина ей дарит подарки, она ему что-то должна. То есть она должна ему чем-то отплатить, что-то дать ему, какую-то мзду, что ли. От этой фразы «я никому ничего не хочу быть должна, не хочу оставаться в долгу». И поэтому женщины отталкивают мужчин от себя. Они любую попытку проявить заботу, ласку и внимание воспринимают как попытку вогнать женщину в долги. И, конечно же, мужчина закрывается, мужчина перестает проявлять активность и перестает взаимодействовать с такой женщиной. Для чего ему это нужно делать, если она сама отказывается от той заботы, которую он предлагает ей. И пятый типаж женщин, которым редко дарят подарки, это такая женщина-дружбан, корифан, короче. Он с ней и разговаривает как с другом, может ее по учеству называть, Григорьевич, Петрович, или Григорьевна, или Петровна, Михайловна. То есть он такой на короткой ноге с ней, и она с ним на короткой ноге. Их взаимоотношения больше похожи на взаимоотношения двух друзей. И он ей говорит, что, может, шаурмы пойдем, поедим? Она, да, пошли. Что, может, пирожков с ливерной колбасой возьмем? Да, пошли. Может, чебурик? Да, давай. А может, семки с пивом? Да, вообще, не вопрос. То есть она пытается везде с ним разделять его интересы, разделять его какие-то предпочтения. То есть показывает, насколько она вхожа вообще, насколько с ней комфортна, что она абсолютно разная. И в этом действительно ничего плохого такого нет. Знаете, я там со своей любимой женщиной тоже могу, мы были в Европе, зашли в мишленовский ресторан. Ну, там, да, пафосно, порции там с гулькин нос, конечно. Ну, очень вкусно, да, там особенные какие-то блюда. Но при этом также мы можем себе позволить, причем очень часто, поехать там шаурму поесть. Ну, вот есть одно место особенное в Москве, где готовят особенную шаурму. Вот хочется пойти ее поесть. Но это не говорит о том, что нужно из крайности в крайность, да, либо постоянно в ресторанах, либо постоянно в шаурме. То есть задача женщины все-таки показать мужчине, что она многосторонняя. И многосторонняя женщина, это не значит, идущая только за мужчиной, за его прихотями, за его желаниями. Это женщина, которая транслирует свои желания. Так вот, женщина-друг, подружка такая, она, в принципе, этих желаний не транслирует. Она все держит при себе, в большей степени ориентируясь на мужчину. Мужчина расслабляется в таких отношениях и, конечно же, перестает что-либо делать для своей женщины. Вот если подводить такой итог под этими пятью типажами, здесь все очень просто, ясно и понятно. Мужчина готов на какую-либо активность именно в тот период, когда он находится в состоянии влюбленности. То есть в состоянии влюбленности многие мужчины действительно готовы на что? На подарки, они готовы ухаживать за женщиной, они готовы дарить ей цветы, делать какие-то сюрпризы, устраивать романтические вечера. Это происходит почему? Мужчина в состоянии гормонального опьянения, мужчина влюблен, там у него тестостерон зашкаливает, дофамин сводит с ума с эндорфинами. И, конечно, он весь такой романтичный и заботливый. В этот период женщины, очень многие, тоже находясь в состоянии гормонального опьянения, они начинают показывать мужчине какую-то неловкость, у него так неудобно, ой, ты знаешь, может не надо, это так дорого, ой, да нет. Женщины соглашаются на меньшее, женщина, например, может позволить себе пойти с мужчиной на свидание в тот ресторан, который ей неприятен, где она не хочет, например, находиться. Но мужчина выбрал ресторан такой. То есть вы на стадии ухаживания можете уже задать определенную планку, уже показать мужчине, с кем он будет находиться в отношениях. Это делается очень просто. Когда вы мужчине изначально транслируете свои желания, он вас приглашает на свидание, вы говорите, я бы хотела выбрать ресторан, вот хочу пойти вот сюда, либо вот сюда. Если мы идем с тобой посмотреть какой-то фильм, я бы хотела выбрать фильм, ну, если он тебе не понравится, давай тогда согласовывать, чтобы и тебе понравился, и мне понравился. То есть женщина не должна соглашаться на то, что ей не созвучно, что противоречит ее внутреннему состоянию. И многие из вас из страха потерять мужчину начинают прижимать свои желания, прижимать свои хотелочки, не говорить о них мужчине, думая, что вы тем самым его спугнете. Я вам могу сказать такую простую вещь. Нет ничего, что могло бы сравниться с вашей душой, с вашей женственностью, с вашей сексуальностью, что можно поставить рядом. Нет таких автомобилей, нет таких яхт, нет таких самолетов, нет таких пароходов. Поэтому не нужно думать, что если вы находитесь в отношениях с мужчиной, то каким-то подарком вас можно загнать в состояние долга. Никаким подарком женщину нельзя ввести в это состояние. Вы сами себя в него вводите. Поэтому, если вы действительно хотите, чтобы в вашей жизни были и подарки, и забота, и внимание, старайтесь на первоначальных этапах отношений не предавать себя, а транслировать свои истинные желания, то, чего вы хотите. Не нужно соглашаться на меньшее, думая, что потом будет больше. Здесь, знаете, могут сказать некоторым, вот, а если у него, например, сейчас нет такой возможности. Действительно, если вы встречаетесь с мужчиной, он вам понравился, он за вами начал ухаживать, и у вас там мечта где-нибудь позавтракать возле Эфелевой башни в Париже, но он пока себе такого позволить не может, ну, это одна история, да. Уже вам решать, стоит с этим мужчиной продолжать отношения, либо нет. Не всегда деньги, количество денег определяют и мужественность, и какую-то честь, и достоинство. Возможно, у этого мужчины, либо у молодого человека, невероятно крутой потенциал, рост, он спустя год-полтора-два достигнет высот, и вы будете через день завтракать в Париже. То есть здесь нужно обращать внимание, из чего состоит мужчина, какие у него цели, планы, к чему он стремится, как он развивается, хочет ли он развиваться, и многое-многое другое. Я очень надеюсь, что это видео приоткрыло вам такую правду на данную тему, и верю в то, что если кто-то узнал себя здесь, сделает для себя выводы и начнет вести себя иначе. Ну, а я еще раз приглашаю вас пройти регистрацию на бесплатный онлайн-курс. Я такая одна, удобная или уникальная. Ссылка находится в описании под этим видео. Переходите по ней, регистрируйтесь, и мы с вами увидимся в ближайшее время. Всем пока-пока. Продолжение следует...